Мы вновь возвращаемся к противостоянию ростовщика Сергея Пищука и его горе-заемщиков. Уже знакомые нам клиенты Сергея Александровича заключали с ним весьма сомнительные сделки. Их последствия были фатальными – потери недвижимости. При этом в ходе работы над материалом выяснилось, что герои наших предыдущих сюжетов – это только верхушка Пищуковского айсберга. Как работает схема Сергея Пищука, детально разберем на примере Натальи Шаминой. На излете 13-го ей понадобились деньги на лечение мамы, но в банке, сверившись с кредитной историей, заботливой дочери указали на дверь. Тогда на горизонте замаячила альтернатива. Наткнула случайно на объявление в газете «Толи теле-7, толи теле-2», дает заим под залог недвижимости, приехала в Краснообск, посела заим у Пищука Сергея Александровича. Дополнительным обеспечением взятых в долг 170 тысяч стал и земельный участок под домом. Наталья Евгеньевна, особо не вчитываясь, подмахнула предложенные ей документы. Договор займа, а главное – доверенность на некую Татьяну Волкову. Эта доверенность стала настоящим карт-бланшем на любые операции с заложенным имуществом. Заемщики давали такие полномочия человеку, которого они никогда до этого не знали, что он имеет право не просто подписать договор залога, но имеет право подписать отступное по данному договору залога. Типовой пищуковский договор займа предполагает ежемесячный платеж в 6% от взятой суммы. И, внимание, 100 рублей в счет погашения основного долга. Если бы Наталья Шамина вносила деньги строго по графику, чтобы рассчитаться с ростовщиком, ей потребовался бы 141 год. К счастью, для Сергея Пищука наша героиня проштрафилась гораздо раньше. Год платила, не смогла платить, ноябрь, декабрь, ну, полтора месяца. В январе случайно узнали, что Пищук перевел дом на себя. Сергею Александровичу даже в суд идти не пришлось. Татьяна Волкова любезно уступила ему и землю, и дом в счет погашения долга Шаминой за смешную сумму в 220 тысяч рублей. Став полноправным собственником, адвокат перешел в наступление. Начались какие-то звонки непонятные ночные, причем нецензурно выражаясь, что мне не жить, что убирайся с этого места, мы тебя все равно отсюда выживем в любом способе. С тех пор Наталья Шамина живет в своем же доме на осадном положении, опасаясь лишний раз покинуть родные стены. То, что пережила я за этот год, не пожелаешь даже злейшему врагу. Люди Пищука выламывали двери, мы вот меняли их раза три, наверное, уже меняли. Сейчас мы взяли себе нового сторожа, а год назад у нас на этом месте были Грета и Дик, две собаки. Последними Дика и Грету видели соседи, когда 10 ноября 15-го услышали шум во дворе. Отстоять собак им так и не удалось. Мужчина, вы кто? Я представлю, Пищук Сергей Александрович. Я вам 68-го года рождения. Отпусти женщину, я сказал. Руки убери от нее. Кто ты такой? Хозяин. Хозяин, скажите, как собак зовут? Это не мои собаки. Одна из встреч с представителем Сергея Пищука навредила уже самой должнице. Эти записи с мобильного телефона, снятые побои и лист нетрудоспособности вошли в материалы полицейской проверки, так и не ставшей основанием для возбуждения уголовного дела. Они пришли сюда, начали сбивать меня и мужа. В полиции все зафиксировано. Я была 36 дней на больничном леске. После этого муж у меня получил инфаркт. Размах ростовщика из Краснообска, откровенно говоря, впечатляет. Из баз данных новосибирских судов следует, что не менее 80 человек лишились своего крова по его искам. И это при том, что... Большинство выселений происходит без решения суда. Пищук, ибо его люди приезжают в этот объект недвижимости, выселяют людей на улицу, а все, что люди нажили, остается в этом доме. Пищук, получается, забирает себе и дом, и имущество, которое находилось в этом доме. А люди в чем были, в том и ушли. В нашей коллекции более 50 актуальных выписок из Росреестра на квартиры, дома и земельные участки со всей Новосибирской области, в которых Сергей Пищук значится залогодержателем или уже собственником. И это только текущий оборот объектов, которые он еще не успел перепродать. Я считаю, что конечность целью было не получение процентов по этому займу, а именно получение имущества, которое являлось залогом по кредиту. Те документы, которые были составлены, изначально подразумевало, что будет отчуждение имущества. С ростовщиком судились многие, но выиграть процесс удалось лишь нескольким счастливцам. С одной из них, Татьяной Устиновой, мы виделись в мае, но нынешняя встреча состоялась в больнице. 12 сентября пошла в магазин через парк. Меня откликнули двое. Сказали, что они от Пищука, и чтобы я отказалась от дома. И никуда после этого не обращалась. Ни в милицию, ни в больницу, никуда. И ударили меня по голове, я потеряла сознание. В июне 16-го Татьяне Николаевне в суде удалось доказать, что соглашение об отступном, по которому уже знакомая нам Татьяна Волкова передала заложенный дом и землю к Пищуку в счет погашения долга, послужило незаконным инструментом для передачи недвижимости. Так что незадачливая должница получила обратно свое право собственности, а чуть позже – ушибы и комбинированный перелом черепа. Но даже такой вопиющий эпизод меркнет в сравнении с историей другой заемщицы, имя которой останется за кадром. Задолжавшая Пищуку женщина по неизвестным причинам покончила с собой. А спустя полтора месяца все та же Татьяна Волкова от имени погибшей уступила Сергею Александровичу заложенную квартиру. Что квартира не на дочери, я узнала это в октябре. Увидела, что квартира продается, я узнала с интернета. Ну, не надо впутывать меня. Вы понимаете, она покончила с собой. Это не доказано, что из-за него. Я понимаю. Я проблем не хочу. Железнодорожный суд установил, что Пищуку было достоверно известно о смерти заемщицы на момент манипуляции с квартирой. Сделку удалось признать недействительной в феврале этого года. На сегодняшний день ни одного уголовного дела против Сергея Пищука не возбуждено. Но, тем не менее, наши усилия, которые мы потратили за полгода расследования этой темы, напрасными не назовешь. Из этого ответа следует, что недавно была создана специальная группа следователей по особо важным делам. В числе прочего, ей поручено проверить все собранные нами материалы.